Итог сегодняшнего дня подведем вместе с Ириной Синатрусовой, начальником отдела по организации охраны здоровья, администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. Два случая заболевания коронавирусом в Приморском крае, причем один из них жительница города Артема. Понятно, что все мы находимся в зоне риска. Какие предприняты меры безопасности? Все, что всегда делали требования советского здравоохранения, очень российское здравоохранение, жестко взято. И сегодня эти требования государство взяло под контроль и организовываются мероприятия. Все проведено в полном объеме, в полной мере. И по данному случаю, и потому, как сегодня у нас на территории города появляются наши жители, прибывшие из зарубежа. Большое спасибо, что они очень самосознательно это делают и выполняют все требования. И Роспотребнадзор передает всех фамилий, кто прибывает. Медицинские учреждения отрабатываются дальше требования, которые необходимы по 14-дневной изоляции. Жительница города Артема, у которой обнаружили вирус, коронавирус, она прибыла из-за рубежа? Из-за рубежа. То есть женщина прибыла. То есть все сегодня случаи, на сегодняшний момент, это все привозные случаи. Поэтому чем жестче мы будем их локализовать, тем меньше шансов, что они разойдутся, как круги на воде, дальше по населению. Это понятно. При выявлении второго мазка, то есть это был первый взят при пересечении границы, второй, как положено, по дням пребывания, как только пришла с лаборатории, результат положительный, включилась полностью медицина, санэпид-служба включилась. Были люди помещены в больницу инфекционную, и проведено ряд эпид-мероприятий. Но она же контактировала с кем-то. Каждый кто, и медработник, который пришел, она на двухнедельном карантине, на изоляции двухнедельной. И все, кто карантировали сегодня, начиная, службы отрабатывали, всех контактных находят, и они все будут на двухнедельном самоизоляционном режиме. И все же основной упор делается на то, что жители сами должны позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Как это лучше всего сделать? Кто приезжает из-за рубежа? Они должны позвонить на телефон горячей линии, да, 2-60-50-98, это Владивосток, и сообщить о том, что они приехали. Они звонят и говорят, я приехал, был там, во-первых, мне нужен больничный висок. А разве это не Роспотребнадзор делает? Разве он не сообщает по месту жительства? На сегодняшние, например, у нас сегодня по городу на самоизоляции на сегодняшнее число находится 92 человека. Ну, а кто-то завтра выходит, у кого-то заканчивается, кто-то только сегодня заступил. То есть это вот всего. Мы сейчас говорим о жителе города Артема. Да, конечно. То есть я сегодня забрала сведения с поликлиники. То есть где-то процентов 80 это передает Роспотребнадзор, а где-то вот процентов 20 люди сами обращаются. Ну вот есть случай. Человек отдыхал в Таиланде, он потом с Таиланда поехал к родственникам в Сибирь, там побывал у родственников неделю, и потом он приезжает сюда. То есть понятно, никто никуда не передал. Ну вот такой был длительный путь. Когда они из-за границы пришли, их раз передают, они оттуда из-за границы приехали в Москву, их сразу, им там взяли мазочек, их сразу регистрируют, и они по территориальным принципам отправляют. В свою поликлинику они могут точно так же позвонить, сообщить, что они приехали, им нужен больничный лист на самоизоляцию. Приходить не надо никуда. Они звонят в регистратуру, это телефон горячей линии, и им выписывают больничный листок. Во-вторых, к ним приходит медицинский работник для забора мазка, проверяет соответствие возможности самоизоляции. Человек должен находиться вообще в отдельной комнате. Он две недели не должен никаких контактов со своими детьми, родителями, все. То есть, если он выходит в туалет, что это, конечно, обязательно маска, это обязательно, чтобы не было контакта с родственниками. И в данной квартире проводится усиленно влажная уборка, обработка и стены, все. Это обыкновенная белизна, это любые хлорсодержащие средства. Но это проводится после каждого вот такого посещения контактным, если он выходит вообще в санузел, куда-то в туалет, то после этого нужно все это обрабатывать и мыть. Вот если такие есть условия, это так будет, то человек в неделю будет находиться дома. Если сегодня нет условий... Если он не инфицирован. Да, это здоровый человек, он просто приехал с территории, где имеется заболевание, в случае данной инфекции. То есть, понятно, что и меньше шансов, что оно будет распространяться. И поэтому медики будут определять, если возможно, соответствуют ли условия для самоизоляции. Но если не соответствуют, то дальше там другие меры принимаются. Самоизоляция – это панацея? Ну, сегодня, если мы не хотим, чтобы наши любимые, наши дети, наши родители болели, а мы приехали из очага, где была инфекция, другого нет варианта. Если у человека нет возможности самоизолироваться, его помещают в специальное медицинское учреждение. Нет, это здоровый человек, медицинское учреждение может поселяться только больной. Больной человек, либо человек, который контактировал с больным. Это медицина занимается. Если люди здоровые, они приехали просто с территории, где имеется заболеваемость, регистрировалась, эти люди, они здоровые, они ничем не больны. Их вот на две недели поселяются совершенно в нормальные здания, это может быть там... Ну, неважно. Да, неважно, где две недели они наблюдаются, они находятся закрыты в комнатах, они не могут, то есть это не свобода. Они точно так же, как дома в изолированных, то комнаты с коммунальными услугами, да, то есть комнаты со всеми условиями, им также приносят еду и две недели их наблюдают. Чем хорошо вот такая изоляция, что еще нет симптоматики, вы еще не заболели, но вирус у вас уже есть, он попал, на ранних стадиях его выявляют, во-первых, можно реагировать быстро до развития заболевания, и человек меньше осложнение, и можно быстрее вывести человека, и плюс заболевание не распространяется, то есть оно еще у человека не развилось. По распоряжению правительства Приморского края в городе Артеме должна быть создана обсервация, где она находится. Рассматривается там, по-моему, 4 или 5 вариантов, то есть на каком остановится, и какой Роспотребнадзор скажет, да, изумительный вариант, удобный, и он соответствует всему, для помещения здоровых людей, вот, да и будет принято постановление главы данное и утверждение губернатора. Потому что вот сегодня мы были на ВКС, и у Сурийской, и Владивосток, и на Ходку, и Артем, губернатор сам, лично эти базы, совместно с главным санитарным врачом Татьяной Николаевной Дедковской, каждую базу разбирали и смотрели, да, подходит, не подходит, и давали рекомендации главам. И все-таки, где находится обсервация на территории? Это будет ясно завтра. Я говорю, глава отрабатывает несколько. Предложили сегодня губернатору один вариант, губернатор попросил посмотреть еще несколько вариантов. С Роспотребнадзором вместе отрабатывают. Отменены массовые мероприятия, не работают спортивные сооружения и другие места массового скопления людей. Но жители по-прежнему ходят на работу, в магазины, и там тоже, вероятно, распространение заболевания. Сегодня предписано всем работодателям, во-первых, очень внимательно следить за своими работниками, да. Не допускать на работу, если у работника появилась повышенная температура, да, с признаками любого инфекционного заболевания. То есть, если раньше можно было и больному, там иногда находится он, да, и там першит, и насморк идет, и все. И мы видим, да, иногда эти работники работают, то сегодня работодателю жестко предписано данных работников, вызывается врач на дом, либо скорая вызывается на дом, больному выдается больничный листок. Чтобы вот этих легких форм урви тоже не было, и тем самым уменьшить распространение в городе, да. То есть, сегодня всем говорят, и все сегодня, между прочим, я обратила внимание, даже на рынке, ну, спокойно. Вот как-то вот такого большого скопления людей не было, люди есть, люди ходят, все нормально, все спокойно. Стараться по возможности не ездить на автобусах. Если можно пройти 2-3 остановки, уважаемые жители, пройдите, потому что в транспорте эта скучность идет, да. То есть, сегодня, если есть возможность... Ирина Васильевна, как себя обезопасить в местах скопления людей, в магазине, на предприятиях, в общественном транспорте? Стараться за общественные ручки, да, если бы взяли, то после этого салфеткой протереть там, домофоны, стараться открыть чем-то, да, там, либо там зажигалка, либо ключами. Чтобы на те места, где много людей прикасаются... То есть, поменьше контактов. Да, поменьше контактов. Это понятно. А в магазине? То же самое? Ну, в магазине, в любой ситуации, вам... Вы все равно пойдете. Но стараться не каждый день приходить и много, то есть, по необходимости приходить. Ну, в любой ситуации, вам в магазин придется идти. Школьники сейчас на каникулах, а детские сады работают. Есть ли вероятность их закрытия и что делать родителям, если такое произойдет? Ну, пока вопрос не рассматривается по закрытию садиков. Единственное, что сегодня очень хорошо отслеживается. На состояние за ребенком, если это вирусная патология, ребенка сразу отправляют домой. Больничный листок выдается по уходу за ребенком. У детей заболеваемость, она небольшая. К счастью, она невысокая. И практически нет осложнений, смертельных осложнений у детей нет. Потому что вы же понимаете, что... Ведь умирают не от коронавируса. Умирают от тех осложнений, которые провоцируют. То есть иммунные силы организма, они истощают коронавирус и те хронические заболевания, которые... Почему люди старшего поколения умирают? Потому что они имеют много хронических заболеваний. И понятно, коронавирус истощается и обостряются все заболевания, которые были. И в итоге мы получаем осложнение. Поэтому и пневмонии чаще, потому что пожилых людей больше бронхитов, да, они переносили. И нарушается кровообращение у них, гипертоники и все. У них больше возникает на основании своего заболевания гипоксией. Потому что сосуды сужены, и уже гипоксия, она возникает с возрастом тканей. Организм уже изнашивается. Он не может выдать те защитные реакции, которые выдает молодой организм и детский организм. Которые готовы справиться с инфекцией. Потому и сегодня усиленный упор везде вы видите и слышите. Во всех странах и везде. На лиц пожилого возраста. Молодые дети с этим справляются. У детей есть случаи, они зарегистрированы. Но это небольшое количество. И в садиках детей, кто прибыли с родителями из зоны, ну как бы из-за границы, где имеются случаи. Они тоже двухнедельный вариант. Они две недели находятся с родителями дома. Для исключения всей патологии. Именно потому детей оставляют. Если бы не было, то и не было вопросов. Дети также две недели изолируются от всех детишечек. Получить вирус, ведь можно и не выезжая за границу. Можно. Мы с вами болеем у вирусом и гриппом. Не выезжая никуда. Что делать, если человек почувствовал недомогание? Вызывать скорую помощь. Обращаться в поликлинику. И есть ли в артемовских поликлиниках средства для определения заболевания? Или нужно ехать в Олдивосток? Нет. То есть если у человека появились симптомы заболевания ОРВИ, если температура невысокая, то вызывается, конечно, участковый врач. Сегодня бригады, фельдшера выходят. Есть неотложная помощь при поликлиниках. Участковые врачи. Вы знаете, что по становлению правительства и Министерством здравоохранения приостановлена диспансеризация, чтобы все силы были направлены на больных, у которых возникают вирусные инфекции. И не смешивать здоровые потоки в поликлинике здоровых и больных людей. Поэтому приостановлено, поэтому больше высвобождено будет медицинских работников на дому. То есть в поликлинику ходить не надо. Если высокая температура, то вызывают, понятно, скорую помощь. Самолечение в случае коронавируса невозможно. Не надо, да. А какие средства применяют врачи? Были даны рекомендации по вирусным препаратам. Они, все эти доктора знают, какими препаратами лечить. Я специально не буду говорить, потому что у нас все равно люди будут заниматься самолечением. Все-таки этого делать не надо. Лучше набраться терпения и все-таки контакт иметь с медицинским учреждением. Есть свои нюансы в лечении коронавируса. Медики все это знают. Ирина Васильевна, и ваши основные рекомендации для тех, кто опасается? Сегодня такая тяжелая пить ситуация. Я всегда говорила и говорю, и пожилые люди, и те даже, которые имеют много хронических заболеваний. Пожалуйста, постарайтесь не выходить на улицу. Постарайтесь по минимуму. То есть, если где-то вы живете, то есть гулять, то есть где-то может быть зеленая зона, да, там вот можно выйти по свежему воздуху, потому что очень тяжело находиться. Но в массовый, там на рынок, там куда-то, там в магазин постарайтесь не выходить. Если у вас есть дети или внуки, они могут, если что-то надо, вы можете по телефону связываться, они могут вам поднести. И тоже стараться не заходить домой к людям пожилого возраста. Можно у порога оставлять, да, можно еще. Потому что ведь мы можем вирус принести на одежде, на прическе можем принести тот же вирус, понимаете? То есть он может, он же летающий, поэтому стараться как можно иметь, чтобы было контакта с внешней средой. Это обязательно. Понятно, что дома и проветрить помещение нужно, и понятно, что полы мыть сегодня мы будем с вами дома минимум хотя бы два раза в день, да, и обязательно с добавлением клорсодержащих дезинфицирующих средств. И если вы заболели, не надо играть героев, я всегда говорю, мы вызываем медика, и мы просто болеем. Мы не заражаем никого вокруг. Уважаемые телезрители, мы очень надеемся, что эти несложные рекомендации помогут вам и вашим близким избежать опасного заболевания. Главное, не паниковать и соблюдать правила гигиены. Это была Ирина Васильевна Синатрусова, начальник отдела по охране здоровья администрации Артемовского городского округа. Я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания, до новых встреч.